Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка, а на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба, желтая, и на ней два черных пояса и две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик, полированная с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме медное рулевое колесо. Снизу под кормой руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Я сразу запросил у бабушки, чтобы поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла. А оттуда вдруг нахмурилась. Вот это уж не проси. Не то, что играть. Трогать не смей. Никогда. Это для меня дорогая память. Я видел, что если и заплакать, не поможет. А бабушка... Дай честное слово, что не прикоснешься. А то лучше спрячу-ка от греха. И пошла к полке. Я чуть не заплакал. И крикнул всем голосом. Честное, расчестное! Бабушка! И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходик. Я все смотрел на пароходик. Влезал на стол, чтобы лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И, наверное, в нем живут человечки. Маленькие. Как раз по росту пароходика. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверное, когда дома никого нет, выходят на палубу. Я прятался за дверь и глядел в щелку. А они хитрые человечки. Знают, что я подглядываю. Ага, они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Я стал быстро-быстро глотать чай и запросился спать. И вот, когда улеглись бабушка, погасила свет и не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. Бабушка говорит, чего ты все ворочаешься? А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. Это я наврал. Дома ночью темно. Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел, но все же было видно, как блестел пароходик на полке. Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне все стало отлично видно. Вдруг что-то тихонько зашуршало. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка. Теперь уже нечего было ждать. Я заснул. На другой день я вот что придумал. Человечки, наверное, же едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик около будочки. Для них это как ящик целый. Сейчас выскочат, скорее конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет. Сбегают, принесут топорики, маленькие-маленькие, и начнут этими топориками тюкать. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вот они завозят, с конфетиной завозятся. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть. Конфетина в дверях застрянет. Ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфету тащили. А может быть, кто-нибудь перепугу топорик упустит, и я найду на пароходе, на палубе малюсенький настоящий топорик. И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок. Как раз, какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась. Раз-два на стол ногами. И положил леденец у самой дверки на пароходике. Их полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила. Ночью, когда бабушка заснула, я устрелся в домик из азиала и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло. Человечки меня перехитрили. Я утром глянул, леденца не было. Я встал, а встал-то я раньше всех. В одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел. Топорика, конечно, не было. Другой раз я положил хлеб. Проклятый ночник еле коптел. Я ничего не мог рассмотреть. Но на утро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки во всю длину. И они днем там сидят редком и тихонечко шепчутся про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа. Я все время думал о человечках. И вот я решил непременно взять пароходик, посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка все до меня с собой в гости таскала. Все каким-то старухам. Сиди и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. Вот вижу, бабушка собирается, стала собирать печенье в коробочку для этих старух, чай там пить. Я побежал в сене. Достал мои варежки вязанные и натер себе и лоб, и щеки. Все лицо одним словом. Не жалея. И тихонько прилег на кровать. Бабушка вдруг хватилась. Боря, Борюшка, где ж ты? Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне. Что это ты лег? Голова болит. Она тронула лоб. Погляди-ка на меня. Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. А ты раздевайся и ложись. Стала помогать, не уложила, увернула одеяло и все приговаривала. Я сейчас вернусь с живым духом. Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут, а вдруг вернется. А потом я вскочил с постели, как был в рубахе. Взял с полки пароходик, прижал его к уху и стал слушать, не шевеляться ли. Но внутри было тихо. Я стал доставать из буфета столовый нож. Но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано. Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мач к бортам. Их надо было отрезать. Иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его хлоп и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове схватить. Не лезет ни один. Я тогда решил сразу отвернуть палубу. Хоть один, да попадется. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем. Совсем ничего. Даже скамеек этих не было. Голые борта, как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались, как попало. Я кое-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало. Я скорее бросился в кровать. Завернулся с головой. Слышу ключ в дверях. Бабушка, под одеялом шептал я. Бабушка, миленькая, чего я наделал-то? А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила. Да чего ты ревешь? Родной ты мой, Борюшка. Видишь, как я скоро. Она еще не видала пароходика.